вот такая вкуснятина получилось у меня я вначале поставила на максимум у меня 240 градусов и на конвекцию где-то минут 20 у меня подготовилась потом я поставила на гриль сверху тоже с конвекцией вот и потом еще ну где-то минут на 15 я ставила а потом еще уже без конвекции на самый такой не минимальный но 170 градусов чуть-чуть у меня все это потомилась я сейчас попробовала вот эту картошечку да она как запеченная на костре получилось так вкусно такая запеченная рыбка у меня ой мне приятного аппетита всем по привету вот какая погода сегодня вот такая может быть еще не расцвело время 8 час но обычно уже в это время солнышко светит если солнечно алиса вчера сказал что будет пасмурно и там похожий ветер я себя ужасно чувствую видимо из-за того что туда-сюда погода прыгает и не знаю по какой еще причине у меня разрывается голова просто вот вы не представляете сейчас выпила таблетку надеюсь что пройдет там у меня чайник греется я похоже все таки подпростыла и самое интересное что вчера было жарко нигде вроде меня не протянуло ничего но что-то мне как это как-то нос под заложила может от этого и голова болит может я просто вирус где-то схватила ну нигде так где ходила в автобусе ехала потому что сейчас такое время года что очень легко можно схватить этот вирус там скопано скопали козу вчера смотрели дела как молодые люди шли с лопатами в машины молодцы может быть какие-то как их называют которые добровольство вылетела с головы голова то не работает с утра болит не вспомню ладно я то поняла о чем идет речь надеюсь что и вы поймете видите какой ветер вообще вот ладно всем желаю хорошего дня я собиралась все-таки пойти к кумушке она сегодня работает подстричься но не знаю если так будет голова болеть то конечно никуда я не пойду наша кудесница уже навела тоже порядки красивенько все сделала молодец там анютины глазки цветут не переставая да зелено все тюльпанчики по всходили там тоже какие-то цветочки ой а я вышла иду за посылкой что-то тут ветер такой вообще вырядилась в пальто свою новую туничку это там все собралось у меня из-за сумки вот не знаю может замерзну потому что ветер холодный от видите вот как одеваться то вчера была жара сегодня вроде прохладно я не знаю даст бог не замерзну вот я хотела с утра сходить опять в своей кумушку я опять не поехала болела сильно голова и я думаю ладно не пойду а чуть попозже уже вроде как она прошла и я уже не поехала потому что обычно у нее совета уже там людей ну по записи у нее обычно я иду к открытию вот так что в следующий раз схожу и я в другом магните такой он маленький ну по крайней мере хоть здесь цены все соответствуют тому чему есть потому что я вот посмотрела несколько наименований все соответствует и так здесь все аккуратненько разложено конфетки там людей почти нету а я зашла я здесь лаваш покупаю лаваш купила ой пришла домой вы знаете тут мне жарко а голова замерзла вообще и получается что мне жарко внутри голова то замерзла ой мокрая от того что жарко а снаружи дует холодный ветер я не знаю чем это для меня закончится вот так вот погодка то если б я шапку одела то бы мне было жарко и я думала что на улице очень тепло а на самом-то деле ветер холодный и я шла и думаю ой быстрее бы прийти домой быстрее бы прийти домой поэтому здесь вот сейчас затишек более-менее нормально солнышко то выглянет то зайдет и я шла на ветер у меня прям не могла снять очки потому что ну бьет по глазам и слезы прям текут вот и многие люди в очках уже ходят потому что солнце сразу слепит вот прогулялась так туда спокойным шагом я прошла обратно но люди идут кто капюшон надел видите что творится вот сейчас начнется такой сезон что голову только приведешь в порядок и ветер все раздует в общем никакой красоты нет мы же хотим быть всегда красивыми а не получается не получается я раньше когда делала прическу я раньше каждое утро финилась и крутилась и у меня была офисная такая прическа с кудряшками скажем так да но укладку все время делала так чтобы у меня не распадалась в течение дня прическа да я ее лаком просто заливала и естественно когда ложилась спать это у меня все превращалось непонятно во что и утром я вставала опять все это мыло опять по новой каждый божий день вот так вот сейчас конечно голова у меня отдыхает хотя я все равно финица я финис вот ну ладно пойду потихонечку и так дорогие мои пришла я домой ой вымерзла как мамонт еле согрелась одевая свои очки я у них правда как каракатица но ничего не поделаешь такая оправа некрасивая лучше не было что купила то купила но без очков плохо вижу сейчас у меня видите глаза какие красные ветер надул ужас ветер это кошмариус а я хочу вам очередной раз показать то что я получила от компании фаберлик вы знаете для меня было очень приятно получить подарок от компании фаберлик это именно как подарок мне пришло не так как в рамках сотрудничества а как подарок и я очень очень приятно и удивлена была и мне было радостно спасибо компании фаберлик что она так внимательно как всем в том числе и ко мне как всегда под этим видео будут оставлены реквизиты какого рода ссылка на сайт компании фаберлик где будет указан еще ниже под моим видео промокод на 20% скидку на все товары которые вы сможете приобрести вот и опять же хочу сказать там очень очень хорошие скидки сейчас так что заходите посмотрите за просмотр деньги никто не берет мало ли вдруг что-то вам понравится даже если вы ну как бы сейчас не не сможете купить вы может быть заприметите и купите немного позже вот очень меня меня еще порадовало то что там бонусная программа очень шикарная и этот раз в рамках этой бонусной программы я выбрала себе духи нет не духи туалетную воду вот и я естественно покажу вам эту туалетную воду и знаете это уже вторая туалетная вода которую я приобрела и опять же мне очень очень приятно потому что ну я бы наверное в другое время не позволила себе разнообразие ароматов очень много уже сказала ладно значит первое что я вам покажу показать хочу это вот такое средство для чистки и мытья стекол и зеркал я его выбрала потому что на носу уже весна да нужно будет мыть окна и на балконе и в квартире нужно будет перемыть поэтому я вот такое средство с пульверизатором да кстати между прочим очень удобные вот эти пульверизаторы я их потом не выбрасывая вот эти бутылочки я их им нахожу дальнейшее применение разного рода лайфаки можно сделать поэтому вот как бы пользуюсь значит сейчас посмотрю что у нас тут эффективно удаляет загрязнение защищает поверхность придает блеск значит ароматизирован и у него такой приятный запах весенний весенний у этого средства я прежде чем вам показать понюхала мне понравилось значит следующее что я опять хочу вам показать это средства для метея посуды я уже такое средство себе выбирала очень мне понравилось очень экономное ну может быть потому что я пользуюсь только одна и у меня не так много посуды но у меня вот уже сколько времени перед новым годом я себе первый раз выписала это средство и получается уже январь февраль март вот представляете сколько времени я до сих пор пользуюсь и там у меня еще и есть и я ведь каждый день мою посуду это же не то что я раз в неделю ее мою хоть и упаковочка не большая но такая и опять же что меня радует то что это не аллергичное средство мне вот оно подошло вообще очень хорошо так дальше дальше я выбрала вот такой вот водный спрей освежитель воздуха значит как я уже вам говорила да у меня сосед любитель курить да и у меня при всем при том что я там уже все что можно позакрывала да у себя в кухне чтобы мне не шел от них запах тем не менее все равно вот этот табачный дым плюс кухонные запахи у меня на кухне вообще и вот для этих средств для этого как как же это выразить ну в общем для того чтобы подавить эти запахи я приобрела вот такой спрей антитабак вот иной раз захожу прямо вообще не могу буду брызгать этим средством и посмотрим поможет оно или нет но я думаю все равно хуже не будет далее я опять вот выбрала такой крем для чистки духовых шкафов посуды в общем для любых поверхностей косметика для уютного дома конечно я не знаю что из себя она представляет тоже впервые буду пользоваться ну надеюсь что все будет отлично потому что еще раз говорю что меня еще ни одно средство не разочаровало все оберлики надеюсь что и дальше так будет далее вот вот такое средство крем суфле для тела я выбрала увлажняющие с кокосовым молоком и молочными протеинами вот все мы знаем что после зимы особенно очень сухая кожа у меня прям вообще очень сухая кожа при всем при том что я постоянно открываю окна да проветриваю и я нахожусь в квартире одна у меня все время душно у меня такое ощущение что все время сухой воздух ну и все таки я вяжу по-любому пряжа сушит и руки и тело сушит поэтому я стараюсь каждый вечер себе увлажнять ухаживать за своими руками ногами ну все тело я не могу конечно намазать молочком где получается где достаю у меня активно идет крем для рук потому что я вот регулярно у меня на видном месте стоит крем для рук и я все время пользуюсь все те крема которые были у меня в наличии практически уже израсходовались даже те которые прислала мне Ирина из Канады потому что постоянно мажу вот смотрите пришла с улицы все сухая кожа сейчас сниму видео и опять намажу кремом руки вот дальше это зубная паста освежающая очень долго выбирала там такой шикарный выбор зубных паст и отбеливающий и укрепляющий и освежающий вот так вот выглядит она в тюбике понюхая ой малинкой пахнет я так и хотела чтобы пахло малинкой в общем выбрала себе зубную пасту на этот раз хвалят все зубные пасты мне знакомая написала что пользуется уже давно Олечка спасибо тебе что ты мне там посоветовала я знаю ты смотришь мои видео вот я тебе очень-очень благодарна так далее значит это у нас очень мелко написано значит гель для кожи вокруг глаз кислородное увлажнение называется у меня видите какие проблемы тоже раньше их не было но знаете в силу того что особенно после зимы очень сильно проявляется на кого не посмотрю я думала только у меня такие черные круги под глазами специально вот не то что вот сегодня только а вообще иду и обращаю внимание на людей которые ходят да и смотрю большинство черные круги под глазами а летом мне кажется меньше они не знаю посмотрим да и я вам сейчас покажу как выглядит это без упаковочки вот такой маленький тюбик я сейчас кстати активно пользуюсь косметикой вот все то что я приобретала и для ресничек для роста и для непосредственно для век влажняющий клемм для глаз и так далее и так далее я в общем всем пользуюсь если только не забываю говорю что положила на видное место и знаете когда долгое время не пользовался ну просто в силу того что я не могла себе позволить да мне там пишут в комментариях что типа это не бюджетная косметика вы знаете хорошая косметика она вся дорого стоит поэтому это хорошая косметика и если допустим сравнивать с другими фирмами то она довольно таки бюджетная ну я конечно не берусь судить по поводу того что допустим бархатные ручки крем он тоже достойный и он стоит недорого но знаете как бы если проводить параллель то значит у и у того крема есть свои плюсы и у этого крема есть тоже свои плюсы поэтому а разница у них в цене небольшая вот ну каждый сейчас же сам выбирает никто же не заставляет да то есть если вы хотите вы приобретаете нет значит ну что ж пользуйтесь той косметикой какой пользовались я тоже для себя открыла фаберлик вот только и если б может не предложили мне сотрудничество возможно я бы и ну не знала насколько это все классно далее вы видите сколько сколько у меня этот раз подарков нет такая вообще я говорю я столько много всего выбрала этот раз вот такая палета это тени тени для век как же она открывается она тут закрыта сейчас секундочку залепили я думаю почему же она нет с одной стороны открывается с другой нет ой так выскочила нечаянно выскочила вот такие тени тени значит я пользуюсь ну не знаю буду я вот этими темными очень пользоваться а все вот пять цветов тени это точно я буду пользоваться очень удобно что здесь зеркальце есть и она такая железная коробочка да удобная и открывается хорошо можно с собой носить не беспокоясь о том что что-то разобьется всегда можно поправить здесь есть кисточка закрывается ну вот попробую посмотрим ближайшее время на виду макияж испробую эти тени и продемонстрирую вам на себе очень нравится да смотрите какая красавица губы такие как у рыбы да так это еще не все значит вот такая вот такой крем масла секрет красоты клеопатра называется карите и орхидея карите я не знаю что это такое но орхидею конечно знаю и запах орхидея это же бесподобный нежнейший запах и это тоже вот я для тела купила потому что я рассказывала уже по какой причине так и еще значит крем увлажняющий для тела карамельная груша называется вот 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 грушу буквально недавно выбирала тоже грушу карамельную жидкое мыло очень мне понравилось я решила выбрать еще и крем и я просто уже в нетерпении чтобы взять открыть и понюхать как пахнет ну тут не так-то просто все это дело открыть все запакованно на совесть и конечно открывать это долгий процесс но я уже открыла ой товарищи как вкусно пахнет а внутри крем так вот заложили да что прям хочется и съесть да не знаю только у меня такие ассоциации вызывает я уже там вот написано крем суфле тоже очень красиво так все упаковано что тоже его хочется попробовать попробовать я выбрала этот раз три пробничка духов именно по моему духов а не туалетной воды а может туалетной воды называется первый инкогнито очень меня подкупило название это раз во вторых не знаю мне захотелось запах ну попробовать да понюхать понюхать так следующий он диор тоже вот такой видно не видно отблескивает наверное юдашкина я выписала тот который у меня был юдашкина забрала моя дочь когда приезжала ей очень понравился она говорит мне я сейчас им только и пользуюсь говорит как мне понравилось и я себе это тоже пробничь на самом деле такой нежный 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 цветочный аромат прям вообще шикарный цветочный аромат ну это еще не все это про пробнички я вам рассказываю рассказываю но как я уже вам говорила я этот раз выбрала себе на бонусы вот такую туалетную воду сейчас я скажу как она парфюмированная парфюмированная вода для женщин называется значит парфюмированная композиция разработана изготовлена во франции эксклюзивно для фаберлик понятно вот что то тут еще есть нет чтобы прочитать нет такого ничего больше нет но не могу сказать какой здесь запах не могу ничего сказать я когда выбирала там в описании что-то было такое цветочное я очень люблю цветочные запахи как и сами цветочки поэтому там около каждой туалетной или парфюмированной воды да есть описание то есть можно прочитать и выбрать то что вас заинтересует вот сколько я этот раз получила в подарок это все мне в подарок от компании фаберлик я уже сказала еще раз хочу поблагодарить я знаю что представители компании фаберлик смотрят мои видео регулярно поэтому мне очень приятно с вами работать за то что вы дарите такие шикарные подарки да и вообще ну что мои дорогие дамы я хочу вам сказать конечно очень приятно разбирать вот такие подарки согласитесь любая женщина хочет быть красивой хочет чтобы ей восхищались не важно сколько вам лет и комплименты приятно получать ну и даже когда смотришь на себя и что-то тебя радует это тоже очень приятно да поэтому если есть у вас возможность защите средства и зайти и побалуйте себя и спасибо вам за то что вы мне пишите мне многие уже написали кто-то там сыворотку для ресничек выписал кто-то крем кто-то шампунь кто-то еще что-то спасибо что вы меня информируете мне тоже это приятно что вы пользуетесь что мои слова которые я вот говорю да они проходят даром что имеют отзыв скажем так вот вот ну а я пойду заниматься дальше своими делами вы видите на мне пуловер я ходила в нем еще не раздевалась думаю по-быстрому сейчас разберу а вот здесь у меня моя работа вяжу продолжая вязать скатерть вот сейчас время наверное часа 4 и я сейчас пойду перекушу и посмотрю чем буду заниматься я еще заходила стекляшку опять взяла творог купила картошку лук потому что меня прям вообще вчера в ноль все опять почистила вроде бы ем по чуть-чуть но как-то это все быстро заканчивается ну я помаленьку беру вот я опять килограмм картошки взяла 4 луковицы ну что это на два раза да тем более что сейчас картошка такая что уже подходит ее время да и она чистишь ее она прямо там и темная и счищаешь в общем это не так когда по осени только завезли и она такая хорошенькая ну слава богу что хоть такая есть и то хорошо вы вообще знаете что у нас творится с долларом для тех кто не знает посмотрите пожалуйста я сегодня утром зашла как всегда посмотреть новости и обалдела доллар был с утра 75 сейчас 71 с копейками вот вечером я смотрела вот так вот мне с одной стороны хорошо потому что я зарплату получаю в долларах но если верить тому что написано они написали что замораживает покупку доллара а вот продажу вот я не знаю будут ли они выплачивать зарплату которую я заработала в долларах или с этим будет проблема ну надеюсь что будет все нормально не будем думать о плохом будем думать только о хорошем я всегда стараюсь думать о хорошем вот так что вот такие вот дела значит что хочу еще сказать по поводу того что многие мне пишут что не могут отправить мне фотографии я не знаю товарищи я столько возможностей можно и в одноклассники и в контакты отправить в контакт да в контакты и на почту на почту мне кажется любой сможет отправить поэтому если у вас не получается в социальные группы вернее не группы а на сети отправить отправляйте на почту и еще несколько человек мне отправили в инстаграм вы знаете у меня инстаграм на телефоне и не могу сохранить фотографию для того чтобы перекинуть на компьютер потому что вся информация это у меня на компьютере и поэтому у меня с этим проблема я вас очень прошу если у вас есть такая возможность пожалуйста перекиньте в соцсети или на почту если уж у вас вообще нет такой возможности то давайте может быть мы тогда через ватсап как-то перекинем потому что по-другому еще никак и значит для тех кто с других республик я не знаю может быть вы не слышали я уже озвучивала о том что если вы выиграете какое-то место да то пересылка приза за вас счет то есть приз конечно вы получите но пересылка будет за вас счет но опять же смотря куда потому что может и очень дорого а может быть недорого я не знаю но в любом случае я вобью сейчас же почта так хорошо все сделала что можно вбить допустим вы укажете адрес я могу вбить и показать я знаю просто недавно у меня шло общение с одной женщиной я ей хотела отправить кавказскую пряжу она живет в Украине она воспитывает сама внуков у нее не буду говорить кто погиб оба или один я не знаю даже не буду это озвучивать потому что это такая больная тема вот но факт то что она воспитывает двоих внуков и как бы не очень хорошая ситуация материальная поэтому у меня же кавказской пряжи много и я собиралась выслать но когда я посмотрела что пересылка стоит 1700 я просто офигела я даже своему многому не могу позволить на такую сумму купить подарочек поэтому не получилось мне поделиться моей пряжей ну и у нее тоже нет возможности я хотела бы девочки те которые живут в Украине возможно у кого-то есть такой достаток что или может лишняя пряжа у вас есть вы напишите мне в соцсетях я вам дам ее контакты и вы спишитесь и возможно у вас там между собой произойдет это более так скажем положительным образом вот потому что я же знаю что возможности у всех разные даже в Украине и я знаю свое положение то которое было у меня когда я открывала свой канал и даже сейчас я например любой пряжи рада я рада поделиться и рада принять любую пряжу поэтому я думаю что она тоже будет не против так что девчонки я знаю что меня тоже в Украине смотрят и в Беларуси и по всему миру поэтому если у вас такая есть возможность напишите мне в соцсети а я вам просто на страничку скину хотя в принципе или на почту если вы в соцсети там же у некоторых же нет возможности выхода на соцсети да или в инстаграм в инстаграм по моему Украина заходит да вот и я контакты дам вам вы спишитесь между собой и все ладно дорогие друзья я пошла кушать а то что-то я прям заболталась у меня иногда слово вот как бы тяжело начинаю а потом как разойдусь не могу остановиться ой пролетел день опять так пролетел быстро ничего не успел опять за день сделать такой закат интересный прям там бирюзовая не знаю камера передает или нет цвет такой бирюзовый бесподобный прям бирюза бирюза вот люди ходят все равно раздетые только мне что ли было так холодно я еле еле отошла у меня настолько замерзла голова уши до сих пор горят представляете сейчас время уже ум сколько я никак не могу еще отогреться еще я же уходила оставила окна открытые о как у меня отражается да красота дом вот и представляете я пришла у меня и в квартире холодно я нагрела чай и творог с малиной умная помада не накрашенная кстати это она вот такая крепкая что я уже покушала уже сколько времени прошло она конечно не красивая может быть ну простите меня как есть не буду уже ничего не вырезать не переснимать пусть будет как будет издалека может быть будет нормально ну вот и получается что я одетая ну вот как ходила так пришла в пуловер еще ходила не знаю сколько времени и вот только недавно переоделась потому что думаю ну надо же переодеться все таки я и домашние дела делаю а в общем получается что за день я сегодня один ряд провязала и все а то проходила прогуляла ну когда-то отдыхать тоже надо получать 33 удовольствия как всегда у меня сегодня эмоциональный день потому что всегда когда какие-то совершаешь покупки такие которые тебе как бальзам на душу да приятно это и ну не знаю конечно как кто воспринимает я всегда и подарки люблю и когда покупки какие-то делаю и даже вот помню еще себя по молодости десять раз примеришь десять раз на себя посмотришь и так далее сейчас уже конечно немножко попроще всякого рода нарядом да относишься но тем не менее я люблю красиво одеваться люблю красиво выглядеть вот не всегда это конечно получается но все должно быть в меру скажем так ладно мои хорошие я сегодняшний свой влог закруглю он у меня немножко растяжный получился может многие его и до конца и не досмотрят но спасибо вам всем тем кто досмотрел до этого места что вы были сегодня со мной и спасибо вам за то что вы просмотрели рекламу поставили пальчик вверх и поделились этим видео с другими возможно кто-то увидит мою распаковочку и пройдет тоже на сайт фаберлик да и выберет себе какой-то подарочек спасибо вам дорогие мои что вы со мной люблю вас всех очень 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 и прощаюсь с вами совсем ненадолго до новых встреч до новых видео с вами была Ирина